Здравствуйте, ребята! Я Жамалиденова Ирина Владимировна, учитель начальных классов средней школы номер один города Актау Мангостауской области. Рада вас приветствовать на уроке математики третьего класса раздел «Площадь величины». Тема нашего урока – нахождение площади прямоугольного треугольника. Цель урока – научиться вычислять площадь прямоугольного треугольника. Прозвенел звонок веселый. Мы начать урок готовы. Будем слушать, рассуждать и друг другу помогать. Ребята, отгадайте загадку. Три моих стороны могут разной быть длины. Где стороны встречаются, угол получается. Что же вышло? Посмотрите, ведь углов-то тоже три. На меня вы посмотрите, мое имя назовите. Правильно, ребята, треугольник. Давайте отправимся в страну-геометрию. В город треугольников. В этой стране все жители-треугольники. Они как будто бы все друг на друга похожи. У них по три угла, три стороны и три вершины. Но если приглядеться повнимательней, у них все же есть различия. Давайте, ребята, рассмотрим некоторые из них. Треугольники бывают тупоугольные. Тупоугольный треугольник имеет один тупой угол. Равносторонний треугольник. У него все стороны равны. Равнобедренный треугольник. У этого треугольника равны только две стороны. Прямоугольный треугольник имеет один прямой угол, который равен 90 градусов. С прямоугольным треугольником, ребята, мы познакомимся поближе чуть позже. Но сначала давайте решим задачу. Дан прямоугольник А, В, С, Д со сторонами 10 сантиметров и 4 сантиметра. Нужно найти площадь прямоугольника. На прошлом уроке мы вычисляли площадь прямоугольника. Давайте вспомним. Чтобы найти площадь прямоугольника, нужно длину умножить на ширину. А умножить на В, значит, площадь равна 4 умножить на 10, равно 40 квадратных сантиметров. А теперь возьмем наш прямоугольник и проведем диагональ АС. Диагональ у прямоугольника называется любой отрезок, соединяющий две вершины противоположных углов прямоугольника. Мы видим, что диагональ разделила наш прямоугольник на два одинаковых треугольника. Оба эти треугольника прямоугольные, так как каждый из них содержит прямой угол. Теперь можно легко найти площадь каждого из этих треугольников. Нужно просто площадь прямоугольника разделить пополам. Значит, площадь каждого из этих треугольников будет равна 40 разделить на 2, равно 20 квадратных сантиметров. У нас получилось, что площадь прямоугольного треугольника равна половине площади прямоугольника. Значит, площадь треугольника равна произведение чисел А и В разделить на 2. Или можно сказать, ребята, по-другому. Площадь прямоугольного треугольника равна половине произведения его сторон, образующих прямой угол. Предлагаю решить задачу. Вычислим площадь треугольника, вырезанного из прямоугольника. Так как мы знаем формулу площади прямоугольного треугольника, нам не составит труда решить эту задачу. Давайте найдем площадь этого прямоугольного треугольника со сторонами 6 сантиметров и 3 сантиметра. Длину умножаем на ширину и делим на 2. Равно 9 квадратных сантиметров. Найдите площадь этого треугольника. Проверьте. И не забудьте, ребята, про этот треугольник. Проверьте. Молодцы, ребята! Вы справились с заданием. Вспомним приемы вычислений многозначных чисел. Напоминаю, при расчете результатов действий с многозначными числами обязательно проводите свои вычисления в столбик. От тысячи отнять сумму чисел 642 и 128. Первое действие выполняем в скобках. 642 плюс 128 равно 870. Второе действие – вычитание. От тысячи отнять 870 равно 130. Записываем ответ. Остальные примеры решаем, ребята, самостоятельно. Время пошло. Ребята, нажмите на паузу и проверьте свою работу. Закрепим наши знания. Вырежи прямоугольный треугольник из цветной бумаги и найди его площадь. Ребята, я надеюсь, вам понравился наш урок. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова